Всем привет и все такое! Нас с тобою только двое, новостей мы наготовили, а лучше бы борща! Китаяночка, опасающаяся коронавируса, решила провести в доме кое-какие профилактические мероприятия. В частности, она засунула примерно 3000 юаней в микроволновую печь, чтобы прогреть банкноты и таким образом побороть опасный вирус. Все закончилось не очень хорошо, ведь деньги поджарились. Впрочем, слишком сильно жалеть незнакомку не стоит, поскольку банковские сотрудники пришли ей на помощь, пересчитав и проверив несчастные банкноты и обменяв их на новые. Юморист из Берлина решил разыграть горожан. Он взял 99 старых смартфонов с запущенной навигацией, положил их в тележку и медленно пошел по дороге. На картах у... По-моему, я что-то зацепил, нет? Короче, мы здесь собрались с коллективом, сложились на все наши последние деньги и решили подарить тебе вот такую-то замечательную коробку из-под Рафаэла. Правда, Рафаэла тут нету, потому что мы очень любим сладкое, но зато в ней очень удобно хранить разные штучки женские. Блин, спасибо, Саш, так приятно. Прям спасибо. Порадовал. На картах у всех водителей отображалась огромная пробка на данном участке. Несмотря на то, что дорога была практически пустая, автомобилисты были вынуждены искать пути объезда. Дорогие многоуважаемые телезрители, приветствуем вас. Добрый день. Сегодня мы проведем кастинг на длинный метр под названием... Любовь и овощи. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей Сухостунский. Я хочу стать актером. Драматическая актриса. Представьте, что вас прямо сейчас ударила молния. На что вы готовы пойти ради этой роли? Представьте, что вы ненавидите муку, да? Вот, допустим. Муку. Предлагаемые обстоятельства, да? И вот как только вы замечаете муку, вы тут же ее прихлопываете. Тут же. Мгновенно. Хорошо. На французском языке вижу, что вы ненавидите девушке, что у нее оси. Ну, ты ждал, где пари. Так еще лучше. А немецкий тупако туплюет. Воняет рыбой. Подкатите к моей очаровательной коллеге, начиная свой подкаст с фразой «Твои усы напоминают мне отца». Вот. Вот, вот хорошо. Твои усы напоминают мне моего отца. Потому что я понимаю, что вы оба уйдете от меня. Прямо сейчас вам нужно съесть этот перчик и трогательно прочитать стихотворение, которое мы для вас подготовили. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны. И ветер. Единственной маме на свете. Раунд. Однажды Кэлли Уилк скупила симпатичное комнатное растение, в которое она просто влюбилась с первого взгляда. Жительница Австралии тщательно заботилась о своем зеленом друге. Она чистила его листья, следила за тем, чтобы растение получало достаточное количество света и, конечно же, регулярно поливала. Хозяюшка очень гордилась тем, что благодаря такому уходу комнатный цветок выглядит идеально. Идея окончилась в тот момент, когда Кэлли купила растению новый горшок в подарок. При пересадке выяснилось, что она заботилась об искусственном цветке. Бедняжка настолько расстроилась, что опубликовала свою историю в интернете, добавив, что целых два года жила во лжи. Мы советуем Кэлли не огорчаться. Если ей нравится цветок, то пускай он радует ее своим красивым видом и дальше. Так, ну все, с этими новостями разобрались, теперь можно прощаться. С вами был хэштег, меня зовут Настя... Настя! Ну вот, пока!